В настоящее время на территории Ленинского района проживает 140 инвалидов-колясочников. Но создана ли для них безбарьерная среда? А доступен ли город Видное? Для этого и был организован рейд. А для чистоты эксперимента в команду проверяющих был включен волонтер, добровольный помощник из категории людей с ограниченными возможностями. Валерий Николаевич – колясочник. Именно благодаря ему проверяющие увидели массу огрехов. Обычному человеку они незаметны. А вот для инвалида барьер выше на несколько лишних сантиметров – уже непреодолимое препятствие. 15 сантиметров более в три раза превышает необходимую нормативу для беспрямящего движения инвалида-колясочника. Да, в центре города достаточно плачевная ситуация с дорогами. Инвалиду-колясочнику практически невозможно передвигаться без посторонней помощи. Невозможно по городу проехать. Обязательно нужно кого-то просить, объяснять, что инвалида надо завозить задом, завозить передом на тротуар, свозить задом. Постоянно это объяснять. И не каждый человек может инвалида завести. И хватает сил, чтобы его свести и завести. Объектом мониторинга стали и магазины. Валерий Николаевич беспрепятственно въехал к сетевикам на советском проезде. Здесь вход оборудован и пандусом, и перилами. В торговом зале проходы между стеллажами широкие. Маломобильная группа населения имеет возможность подойти и подъехать на коляске к стойкам с товарами и кассам. Данной организации с небольшими замечаниями эксперты поставили оценку «полностью доступен». Позвольте вам единственное вручить методические рекомендации, разработанные Министерством социального развития Московской области. Тут все и что вам надо поправить. Дальше путь участников рейда лежал к торговому центру «Старая Прага». И, как показал эксперимент, беспрепятственно попасть можно только в один из находящихся там магазинов. Доступ к остальным объектам, как к магазинам, так и к банкам сильно затруднил. Напомним, что по закону Российской Федерации существует административная ответственность за отсутствие пандуса. Это нормы рабочие, за этим следят. Но вот следят ли за тем, какие пандусы устанавливают? Порой они сделаны только для галочки. У меня призыв к руководителям. Пожалуйста, примите все меры для того, чтобы наше население, маломобильные группы населения могли попасть в любые учреждения социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Рейд закончился, и добровольный помощник пошел домой. Вот, давайте вот это. А какие выводы можно сделать после такого рейда? И доступна ли среда в видном? Решайте сами. Елена Бабина, Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это вот так кажется. А здесь невозможно вам самому? Нет. Решайте.